Голова запрокидывается назад, тело и конечности вытягиваются, изо рта выделяется пена и западает язык. Это основные признаки эпилепсии. Людей, страдающих заболеванием судорожных приступов, в крае больше сотни, причем как взрослых, так и детей. При обычной проверке эпилепсию выявляют у 5%, а на ночном мониторинге около 45% случаев. Когда пациент приходит вечером и остается ночевать в специально оборудованных палатах, здесь идет видеофиксация и всю ночь мы пишем электроэнцефалограмму. Эпилепсия может быть вызвана бессонницей, стрессами, заболеваниями нервной системы, употреблением алкоголя. По словам врачей, вылечить эпилепсию нельзя, ее можно скорректировать. В 70% случаев специалисты могут убрать приступы, но не полностью. Тем не менее, человек сможет жить почти полноценной жизнью. Будут различные ограничения в плане вождения машины, определенных занятий спорта. Если, допустим, мы говорим про плавание, ребенок может плавать, но, естественно, под контролем того человека, который знает, что у ребенка может быть эпиприступ. Если вдруг при вас у человека случился приступ эпилепсии, специалисты отмечают, не нужно засовывать в рот ложку или другой предмет. Первым делом необходимо найти что-то мягкое и подложить под голову, расстегнуть стягивающую одежду и убрать все острые и тяжелые предметы вокруг, чтобы человек не травмировался. Вызвать скорую и ждать помощи. Все эти действия помогут спасти больному жизни. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.